Дорожные коммунальные службы Тротуарам, подходам к социальным объектам, остановкам общественного транспорта. Весь собранный снег вывезут на специализированные площадки. Порядка 70% уже убрали. Продолжаем в таком же режиме убирать и дальше. Снега очень много. Используется различная техника, начиная от тракторов МТЗ, больших и маленьких, 82-х и 320-х. Также используются мини-погрузчики. Глава ХИМОК Дмитрий Волошин осмотрел качество работы и новую технику для уборки тротуаров, игровых площадок, парковочных мест. Всего закупили 50 компактных снегоуборщиков. Преимущество ее в том, что она работает на аккумуляторе. Во-первых, это экологично, современно. И она не шумит, эта техника. И не раздражает людей. Потому что техника на бензине работает так громко. И мы получаем жалобы от наших жителей. И обсуждая и принимая решение, как сделать так, чтобы этих жалоб не было, решили перейти на электрику. Дмитрий Волошин лично проверил удобство использования техники и расчистил детскую игровую площадку. Мы видим, что для того, чтобы почистить детскую площадку, такую площадь, как мы находимся с вами, нужно не более 20 минут. Это очень важно, потому что все-таки руками это делать тяжело и дольше. А механизированная, такая малая механизация, техника, она дает совершенно другой результат. Освободить город из снежного плена. Сотрудники коммунальных служб выйдут в дополнительные ночные смены. Специалисты уверены, у природной стихии шансов нет. Ребята работают в усиленном режиме, без перерыва. Откатали уже все маршруты по одному разу. Но поскольку снега выпало очень много, маршруты будут откатываться еще не единожды. По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки может выпасть до 50% месячной нормы осадков. Коммунальные службы города к вызову готовы. Специалисты рекомендуют автомобилистам и пешеходам быть осторожней.